В Евпатории за неделю сожгли три авто. В четыре утра мне подожгли автомобиль по улице 9 мая напротив 73-го дома. Кто проживает в этом районе и имеют какую-либо информацию, пожалуйста напишите в комментариях. От подписчика. Пожалуйста уважаемые власти города, проедьте по историческому центру, по гетто города Симферополя улица Петровская Балка, по-моему в самом задрыпанном ауле средневековья такого не было. Это же жуть, в некоторые места скорая не выезжает, потому что нет возможности поехать, в некоторых местах Рытвины до метра глубиной. Позор и стыд властям. В правительстве Севастополя рассмотрят возможность частичного перехода школьников на дистанционный формат обучения по желанию родителей в период распространения коронавируса. По словам псевдогубернатора Михаила Развожаева, накануне во время прямого эфира на телеканале СТВ, с такой просьбой к нему обратились родители севастопольских школьников. Снизится качество образования, дети не хотят обучаться в интернете, это откровение нации, мое личное мнение, не у всех интернет нормальный, особенно зная, что сим-карты и то краснодарские, связи даже нет. Чей Крым, то если Сбербанк боится войти в Крым и многие российские компании. Как ранее сообщалось, за неделю до осенних каникул в школах города будет проведено повторное тестирование учителей. Сегодня принято решение к тестированию также подключить воспитателей детсадов и работников пищеблоков дошкольных и школьных учреждений. Надеемся, не за счет людей будете проводить тесты. Время 10 часов. 11 октября. Трасса Симферополь-Джанкой. Московская наша трасса. Массажирский автобус. Серьезное ДТП. Массажирский автобус. Массажирский автобус.